30% от всей еды, которая производится, оно уходит в пищевые отходы. Это примерно 2,5 миллиарда тонн ежегодно. А именно, это то, что пропадает по пути в магазин, на его прилавке или у нас дома в холодильнике. Елизавета живет в Норвегии и уже пару лет она в каком-то смысле герой. Девушка спасает продукты с помощью фудшеринга. Для начала фудшеринг бывает благотворительным и коммерческим. В отличие от первого, коммерческий фудшеринг подразумевает продажу еды по большой скидке. Наша героиня открыла для себя несколько приложений, которые борются с пищевыми отходами. В дело подключаются кафе, магазины и даже отели. Мне очень стало интересно, как это работает. Это был новый стартап в Норвегии. Я вот так зарегистрируюсь, ты платишь фиксированную сумму всегда, это очень маленькая, 4 евро. И всегда пишут, на сколько денег в этом пакете будет продуктов. То есть обычно там на 20 евро. Очень быстро разбирают. То есть это действительно хорошая, свежая еда, съедобная абсолютно, которую мы спасаем от выкидывания. Но пока фудшеринг больше распространен в Европе. В нашей стране, пожалуй, только в столице. И то на старте. В небольших городах фудшеринг ассоциируется с простой оценкой. Даже так, на грани просрочки. Псевдо фудшеринг, конечно, он известен давно в виде переклейки сроков годности. Его пока, наверное, в Алтайском крае не рассматривают, как некий цивилизованный или вообще-то бизнес. И для меня тоже это не совсем такое пока еще сформированное понятие, как предпринимательская деятельность. Наверное, потенциал какой-то есть, особенно на фоне того, что для многих это может быть и существенная экономия средств в семейном бюджете. Кстати, недавно в Госдуме предложили разрешать магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности. Это получится сделать, отменив НДС на фудшеринг для торговых сетей. По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чем отдавать населению. Но благотворительность, как и утилизация товаров, откровенно говоря, не очень интересна предпринимателям. Как и коммерческий фудшеринг. Пока в провинции у него туманные перспективы. Я знаю, что в Мурманской области, откуда я родом, эту проблему тоже пытались как-то решить. Но это все заглохло на уровне, а как людям сообщать, а кому это надо. Так как нет каких-то общих регулировок, и каждый там сам по себе, и очень сложно еще просчитать выгоду. То есть кажется, я могу эту булочку черствую трехдневную, еще два раза продать, все нормально. То есть на самом деле это, конечно, такая отдельная бизнес-модель, которую надо сидеть и просчитывать. Возможно, все-таки, когда уровень бизнеса вырастет, будет какой-то трафик определенный. Эта культура, она только-только зарождается. Я думаю, может быть, в течение трех лет, я думаю, это будет актуально у нас. Пока даже не задумывался на такую тему. Вы первые, кто озадачили про это поговорить, поэтому, я думаю, к этому можно вернуться. Не исключено, что в будущем коммерческий фудшеринг выльется в региональный стартап, принося пользу всем участникам рынка, в том числе покупателям, которые по соблазнительной цене будут спасать банан от одиночества, булочку от неминуемой черствости и помидор от коварной плесени. Все в руках маркетологов. Не чувствуешь себя бомжом, а просто чувствуешь, что ты помогаешь этому несчастному банану. Вот точно так же. То есть сделайте из людей вот таких героев, которые действительно решают и помогают. Вот и все. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком.